привет друзья с вами зажигалочка второй день нашей поездки мы только что отдохнули в гостинице довольно поздно встали сегодня мы исследуем долину санта мария но прежде чем начать нашу поездку нам надо зарядить автомашину я должна отметить что супер зарядки тесла расположены в достаточно удобных местах а сама зарядка занимает не более двадцати пяти минут мы решаем зарядить автомашину не до 80 а больше процентов потому что мы планируем ехать в горы 40 процентов зарядки нам стоило где-то около 13 долларов наша модель тесла на полной зарядке может проехать более 600 километров оказывается чтобы снять машину зарядки надо нажать секретную кнопку и миг узнал об этом от женщины которая заряжала машину рядом санта-мария известна своим барбекю мы решили не уехать не попробуем нашли на карте указанное место с пяти звездами и поехали но потом оказалось что мы выбрали место которое производит аппараты для барбекю а не ресторан в котором мы могли бы его попробовать но нет худа без добра это дало нам возможность познакомиться с сельскохозяйственными угодьями санта-марии санта-мария известна производством разных сельскохозяйственных продуктов и мы вот остановились тут на поле где они выращивают по-моему это петрушка а там целое поле капусты кроме того тут 58 винарин и очень много виноградников и других сельскохозяйственных культур в конце концов мы нашли людей которые нам посоветовали где можно попробовать очень вкусное барбекю санта-марии барбекю в стиле санта-мария это 150-летняя кулинарная традиция глубоко уходящая корнями в историю этой долины что я ничего не так понимаю но мы такие шашлы барбекю мы говорим все в прошлом по чьи курики мы говорим что барбекю куда они сразу как Сан-Мария известна своим барбекю и местным вином. Здесь 50 сентября. И мы сегодня в одном ресторане. И я заказала местное вино Мерло. И так же мы ждем на стейк. Ранчо Сисква Мерло. Хорошо, это локал. Спасибо большое. Поехали, Лидия. Да, я тоже. Я делаю кофе, потому что я еду и хочу оставаться. Барбекю стейк. Сейчас я попробую. Ой, какой аромат. Сейчас попробую. Это вкусно. Родом из ранчо Санта-Мария этот проверенный временем метод приготовления барбекю является неотъемлемой частью кулинарного наследия Калифорнии. Как всегда в ресторанах одну большую американскую порцию мы делим на двоих. Санта-Мария 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 которую ты все же таки должен изучать и с каждым моментом ты находишь какие-то новые и новые очень приятные маленькие моменты. Например, индивидуальная настройка микроклимата в автомашине. Он говорит, если вы планируете арендовать машину, то лучше, конечно, изучить все нюансы, чтобы потом при поездке вы могли бы их использовать. Извилистая дорога, которая соединяет долину Санта-Мария с Лос-Аливасом радует нас впечатляющими видами вдоль живописного 50-километрового участка. Этот регион занимает особое место в сердцах ценителей вина. Пойдемте с нами, посетим одну из виноделин. Санта-Мария Виноделин 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 Мы находимся в винных садах, в местах, где выращивают вино в Сан-Мария регионе. И это место называется Рашнадичья. Посмотрите, меня всегда посвящали принципальным виноделином. Виноделин Безумно красиво, по-моему. И так регулярно все. И вино, и мы сегодня одно из них попробовали. Вина очень просто отличная и здесь видно. Виноделин 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 Едем смотреть океан на дорогу номер один называемую, а потом в Йосемити национальный парк. Поехали! Точно! Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Увидимся в следующем фильме. Ваша зажигалочка. ЗАЖИГАЛОЧКА 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 Продолжение следует...